ну что дорогие друзья добрейший денечек с вами криптовки сегодня мы с вами разберем итальянского регулятора который преследует биржу binance собственно binance как вы видите последнее время какие-то все-таки проблемы и об этом нам гласят регуляторные органы и также мы поговорим с вами о виза и мастер-карт которые в принципе сейчас не отказывается от работы с биржей binance но и кроме того сегодня важнейший день для ripple xrp и дело в том что здесь у нас назначена дата по ходатайству сек да и это будет слушание днем нужно отметить что это довольно таки тоже значимая дата которая уже будет говорить о том как будут дальше развиваться события в деле ripple против всех или наоборот всех против ripple а что касается рынка криптовалют за последнее время мы видим с вами вяло текущий рынок настроение толпы и в принципе сейчас можно посмотреть на комментариях по ютубу там довольно таки панические настроения многие люди в разуверении в отношении рынка криптовалют находятся многие боятся многие принципе не довольны рынком криптовалют если говорить лично про меня то я считаю что сейчас неплохая пора в принципе для того чтобы рассмотреть куда рынок пойдет и принять решение о входе потому что здесь мы как ранее я отмечал зажаты в треугольник и этот треугольник принципе у нас будет уже говорить о дальнейшем движении рынка криптовалют выход из треугольника бывает как вверх так и вниз есть теория мифы о том что выход из треугольника бывает только вверх я бы хотел конечно верить в эту теорию да но здесь опять таки вам никто не гарантирует я считаю что выход из треугольника может как быть вниз так и вверх и здесь мы в принципе с вами забиты в узком диапазоне капитуляция для рынка криптовалют и падение будет означать если мы в принципе с вами уйдем ниже 29 тысяч 200 долларов за один bitcoin я считаю что это у нас ключевой уровень от которого стоит отталкиваться это ключевой уровень поддержки и если мы говорим о бычьем сценарии это там свыше 42 тысяч долларов если мы взлетим то здесь у нас будет открыт поход в район пятидесяти тысяч долларов поэтому здесь может быть все что угодно торговать нужно в веб-группе по иосу мы закрыли сделку около четырех долларов и двадцати семи центов сейчас иос как и весь рынок криптовалют откатился имеет стоимость три с половиной доллара поэтому здесь нужно грамотно торговать и это определенно большой плюс для тех кто давно уже на рынке криптовалют торгует и понимает что жадность в принципе приводит к потерям если мы говорим про топ 10 nfc проектов которые обсуждались последнее время в твиттере то на экранах вы видите данные nfc проекты да и как мы видим здесь довольно таки можно сказать что по nfc я так понял лидирует а xs потом йоши чир и другие проекты опять-таки хочу сказать забегая наперед то что инвестировать nfc проекты это высокорискованное дело да если мы говорим про bitcoin или какой-нибудь и нафти щенку и щиткойн то конечно определенно bitcoin или эфир но никак не какой-либо щиткой здесь вы можете быстро срубить обогатиться но и также можете быстро потерять свои кровные деньги если мы говорим про криптовалюты которые сама больше находится на расстоянии от своего хая то здесь нужно определенно выделить следующие криптовалюты это xrp то есть xrp у нас значит минус 81 процент находится от хая также нужно отметить и доги койн да это 73 процента по bitcoin кэш вообще мы находимся 88 процентов от хая да то есть bitcoin кэш ему еще принципе расти и расти ну и айси пи то есть айси пи насколько я знаю это такой свежий проект и значит это интернет компьютер здесь значит мы находимся довольно таки в плачевном состоянии если мы будем смотреть с мая что было с этой монетой у этой монеты были только негативные сценарии развития на графике это означает том что только отскока какой-то в принципе какая-то стопроцентная прибыль была именно 20 мая когда там монетка вы выстрелила на 200 долларов со 100 дальше монетка только в принципе откатилась вниз также стоит здесь по монете выделить объема они были в конце июня да но пока что эти объемы никак не реализовались то есть если потенциально крупняк мог покупать там монету по 40 там тире 50 долларов то сейчас монета стоит 36 долларов пока что либо market maker ждет либо монету еще будут дальше опускать и в принципе здесь мы видим что несмотря на то что монета имеет большую капитализацию она все-таки падает и приносит отрицательную доходность но тем не менее если мы будем с вами говорить про те монеты которые в принципе находится сама ближе к своему пику то это солана сол да и здесь вы можете посмотреть что монета довольно таки принципе к падению рынку ну свое своеобразно падение рынка которая была она отнеслась вообще супер то есть в мае когда рынок весь падал она росла и это единственная монета кота которая конечно же пошла против рынка такое подобие было с xrp в 2018 году когда принципе в конце семнадцатого года bitcoin начал падать а то xrp она принципе начала расти и вот нечто подобное случилось с соланой если мы говорим с вами про определенно вещи которые принципе нам импонируют это тот же сезон альткоинов и сейчас свой индекс указывает на 35 это говорит о том что все таки скорее у нас будет сезон биткоина то есть именно когда bitcoin будет расти а альткоины потом уже подрастут за ним то есть никакого сезона альткоинов сейчас быть не может ближайшее время какие-то скачки какие-то небольшие пампы возможно это и будет и это определенно есть но вот именно сезон альткоинов когда все зеленое такого но ближайшее время не будет а что касается значит биржи binance многие конечно напугались тем что регуляторы сейчас взъелись на бирже binance от себя хочу сказать что биржа является хорошей на ней я тоже торгую да и например этот итальянский регулятор он предупредил об отсутствии разрешения властей у биржи binance и комиссия по назору за рынком ценных бумаг и биржи италия издал предупреждение о деятельности биржи криптовалют binance на их территории и это говорит о том что имеет быть предостережение инвестировать и в держать деньги на бирже именно на территории страны там где потому что непонятно что будет с биржей возможно ее запретят на этой территории ну можете пользоваться vpn так или иначе потому что здесь имеет смысл скрытая манипуляция рынком криптовалюты чем больше будет нагоняний на бирже топовые тоже binance о том что их запретят о том что все плохо тем принципе больше будет падать рынок и тем больше все таких липких рук будут будут конечно покидать рынок и концов предупреждает о том что компания вставе binance group не имеет разрешения на предоставление инвестиционных услуг и введение деятельности в италии в том числе через сайт binance ком на котором присутствуют такие разделы как деривативы и токены ценных бумаг концом призывает инвесторов проявлять максимальную осторожность и важно чтобы инвесторы были осведомлены о рисках криптоактивов которые могут быть не очевидны из-за их сложности то же время хочется отметить что позитивной новостью является то что виза и мастер карте не отказывается от работы с бинанс несмотря на внимание регуляторов и не только с италии да здесь нужно отметить что итальянский регулятор только сегодня вынес предупреждение да и здесь известно обедомление управления по финансовому надзору река британии в отношении бинанс мы находимся в диалоге с бинанс для контроля над ситуацией мы продолжаем отслеживать эту ситуацию включая исполнение биржи и и обязательств перед регуляторами поэтому на что стоит обратить внимание это не стоит поддаваться панике и если вы храните какие-то деньги на бирже знайте что бинанс это не бинанс для тех кто в танке объясняя что хранение криптовалюты на бирже не является самым лучшим примером потому что за всю историю было много и огромное количество взломов бирж экзит скамов когда люди храня деньги на своей бирже просто лишались их из-за того же экзит скама и так далее поэтому здесь будьте осторожны то есть это ваши деньги то что вы будете там лепить дизлайки и так далее но это наверное вы будете делать наверно потом средстве того что потеряете деньги чего конечно не стоит делать что и не пожелая что касается значит ripple то сарен это судья окружного южного округа нью-йорка будет наблюдать за конференцией которая состоится сегодня и бывший директор аддера корпоративных финансов всех хинман может серьезно поверять на ход судебного разбирательства однако как именно пока сказать точно нельзя да поэтому здесь сегодня один из важных дней где действительно могут развернуться события в том или ином направлении в негативном или позитивном для компании ripple и мы будем уже от этого отталкиваться подводя итоги можно сказать что сейчас последнее время на рынке царит страх можно сказать что настроение инвесторов трейдеров и так далее не самое лучшее да и это говорит о том что инвестора трейдеры то есть сейчас не поддерживает то что происходит на рынке криптовалюта именно падения и ту же суженую волатильность где bitcoin торгуется около 32 тысяч долларов практически уже три месяца и довольно таки длительный период держат рынок в страхе крупные игроки и это довольно таки плохо что касается значит огромных переводов то чеканец стейбл курины такие как бы usd на бирже бинанс заводится они тоже на биржу бинанс да и также принципе в основном переводы сейчас производится стейбл коинов и переводится они либо сбишь либо на бирже да то есть сейчас мы можем сказать что стейбл коинами также крупняк может покупать дешевый биткоин который по скидке сейчас стоит на минус 50 процентов это 30 одну тысячу долларов однако нужно отметить что это мнение спешно по поводу выкупа биткоина потому что здесь определенно пока что мы не видим с вами выход из треугольника и выход из треугольника нам будет гласить уже окончательно что принципе если будет это вниз то уже мы будем с вами наблюдать как дальше будет развиваться события поэтому лучше пережидать 5 а пока что вот мы видим на ваших глазах bitcoin в течение там 30 минут смотрите как он хорошо упал пока я записывал видеоролик так что держитесь хорошего настроения и всем до новых встреч